Продолжение следует... 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 Если я прямо задам вопрос со стороны мужа, ответить по поводу своих чувств. Если он есть, все-таки есть какой-то помысел, действительно как-то лицо и отношение развивать. 23. Да, совершенно верно. Подтвердил спрашивающий. 24. Но если это женатый мужчина, то вовсе рассматривать так неверно. Эту позицию мы сейчас отбрасываем. Значит, это же свободный мужчина. И в этом случае, конечно, есть смысл на эту тему говорить, когда есть какие-то действительно серьезные пожелания внутри, способные как-то проявиться. 25. Может быть, он их сдерживает, но в глубине есть это желание, чтобы вот этот человек был всегда рядом. Хотя бы на уровне чувств, это все равно будет вибрировать. 26. Пусть даже верующий мужчина не торопится об этом мечтать, фантазировать, он старается быть осторожным в своих мыслях, чтобы мыслями не вторгаться в другую семью. Но на уровне чувств, если эта дорога, этот образ все равно где-то начинает проявляться. Желание, чтобы это же мужчина было всегда рядом, желание на нее опираться как на друга. 27. Если к этому он серьезно относится и действительно готов был бы дать этому развитие, то он может так повести разговор. Да, конечно, у него есть эти чувства, но он должен в то же время показать, что он находится в такой ситуации, где он этого просто всегда ждет и всегда об этом мечтает. 28. Он должен показать, что если это так-то не будет получиться, он вовсе не претендует на это, он на то же тому, что чувства просто есть и о том, что у них есть семья. То есть ему надо показать, что он не мечтает только лишь о том, чтобы быстрее ушла женщина от одного мужчины и быстрее пришла к другому. 29. Потому что на самом деле, если женщину вот так воспринимать, пусть она быстрее уйдет от него и пусть быстрее ко мне придет. Лучше с такой женщиной быть осторожным, лучше с ней не составлять семью, если она способна вот так быстро бегать. 30. Женщина тоже нуждается в том, чтобы воспитать свой внутренний мир. Если мужчина правильно не ведет себя, ей ориентироваться сложно. Как ей себя воспитывать, если мужчины сами неверно себя ведут? Ей не на что мопериться. 31. Мужчина в какой-то мире обязан. Можно даже такой образ применить. Лепить женщину. Он создавать должен то, что ей должно быть гармоничным в жизни вместе с ним. 32. В свою очередь про женщину я также могу сказать. Ей тоже надо уметь лепить мужчину нормального мужчину, хорошего мужчину. И тоже по возможности исключить соблазны, которые ей могут сломать мужчину еще больше. Он и так сломанный ходит, если предоставлять ему соблазна. 33. Тут надо уметь друг другу правильно помочь во всем. И проявить вот эти качества свои умело в такой ситуации очень важно, потому что это помогает другому тоже сориентироваться в поведении и успокоиться. Более трезво посмотреть на ситуацию. 34. А так муж начинает зависеть от проявленных каких-то неуравновешенных чувств ближнего. Он начинает переживать. Ему вроде бы и хочется помочь. И эти проявленные активные чувства начинают торопить в действиях. И торопится, не получается у него. И начинает наращиваться такой током событий, где много делается ошибок. 35. Поэтому, если видеться трезвость в этой ситуации, видеться возможность развиваться эти чувства, конечно, мужчины могут на эту тему поговорить. И уже другой мужчина, одинокий в данном случае, говоря с женатым мужчиной, должен тоже умело грамотно листебеседу, понимая, что для мужчины, с которым он общается, это же мужчина тоже дорога. Он отчесть его. И если это честный делок, значит, будет грушно. 36. Ведь он же общается со своим другом. Значит, он в какой-то мере хочет, чтобы, если он самодонажды попадет в такую ситуацию, с ним точно так же, как с другом пообщались. Они просто захватили у него женщину и ускакли. Вот это умение вести беседу друг с другом очень важно. Хорошую беседу, уважительную, добрую, бережную. 37. А если мужчина понимает, что у него вроде бы есть чувства какие-то, но когда мысль возникает о том, что он может составить семью с этой женщиной, у него сразу вдруг внутри где-то есть страх или что-то, говорящие ему. Да нет, жениться я пока еще не собираюсь. Так он может и не говорить о своих чувствах. 38. Он может сказать. Есть симпатия, но я не предполагаю развитие до какого-то серьезного завершения. То есть он может просто особо и не афишировать свои внутренние чувственные переживания. Это не нужно, они пройдут. 39. А если укрепятся, то однажды опять потребуется разговор. Но его необходимо убедиться. Тогда он уже может сказать. 40. Теперь сторона детей. Правильно ли я понимаю, что при наличии общих детей в семье для развода и перехода жены к другому мужчине должны быть исключительные условия, которые желательно уточнить всегда у тебя? 41. Да, хорошо бы здесь очень глубоко посмотреть на обстоятельства. Потому что если дети тем более любят и папу, и маму, то конечно же переходит в другую семью только потому, что женщина влюблена или мужчина влюбился. Это не повод, это совсем не повод. 42. Поводом может стать то, что человек не в состоянии себя контролировать. Но он должен победить себя, потому что в данном случае чувства не являются главными. Природные чувства любви уже второстепенно, поэтому на них надо посмотреть уже осторожней. 43. Чувство любви. Это предрасположенность физиологии человека. Это не что-то, что обязательно надо преследовать и в направлении чего всегда надо прилагать усилия. Нет, это физиологическая особенность. 44. Хорошо известно такое своеобразное высказывание, которое очень точно выражает это состояние. Любовь зла. Полюбишь и ку-зла. То есть на самом деле вы влюбиться можете очень-очень странно, но это вовсе не означает духовную направленность. 45. Это ваша чисто физиологическая особенность, связанная с тем, что у вас внутри хаос, у вас нет порядка. Поэтому у вас все в разной бои проявляется. Ваш внутренний мир не организует ваши чувственные переживания, он не контролирует их. Хотя духовная сила ваша должна контролировать все происходящее внутри. Поэтому у вас происходят события, которые вы воспринимаете, как очень важные. 46. И это естественно, потому что в момент любви у вас возникают определенные изменения в физиологии, определенные изменения состава крови и так далее. То есть вы мыслить начинаете по-другому, и это чувство для вас действительно по природе должно выглядеть как очень важное. 47. Но если бы вы были животными, так бы нормально, что вы бегаете друг за другом. Влюбились. Побежали. Быстренько что-то сделали. Влюбили. Побежали в другую сторону. Если где-то показалось что-то большим опять, ну и бегаете, размножаетесь. Что ж? Ну, ешьте травку, жуйте ее. Если бы такой подход был, так бы было бы просто. 48. Но вы не животные. За как раз его делитесь из этого мира животного другим качеством. А значит, всю свою физиологию вы должны контролировать и смотреть, нужно ли давать развиваться чем-то, что внутри у вас проявилось. Действительно ли это вы видите духовным благом? Действительно ли это вы общий благом видите? Нужно ли это вам? 49. Потому что если вы не видите это нужным, ну и относитесь к этому хорошо, не ругаете в себе это, не пробуете какими-то дикими образами судовиц, а просто позволяете этому погореть немножечко и пройти, то это нормально. Нормально. Оно пройдет постепенно пройдет. 50. Главное, не делайте на этом большой акцент. Это не цель вашей жизни. Жизнь в другом должна проявиться у вас, а это чувство. Оно будет возникать, будет и проходит, будет меняться. Но не должно от этого зависеть в вашей жизни. 51. У вас должно быть нечто куда более стабильное, более основательное, но оно не должно быть связано как развод с этими изменениями состава вашей крови и гормонов в вашем теле. Вот тут отношение ваше должно быть другое. Оно должно воспитываться вами, оно должно вами устраиваться. 52. Это огромная работа, которую особенно в период влюбленности надо суметь провести, потому что вы становитесь немножко ненормальными в этот период. И ваша норма истинная, духовная, должна помочь вам в этой ситуации все увидеть правильно, справиться с собой и дальше прилагать уже правильные усилия, грамотные усилия. 53. Поэтому, конечно же, если есть уже дети в семье, надо быть особенно осторожными, надо быть безматерными, потому что большая ответственность лежит на вас. Не просто друг за другом вынесете эту ответственность. У вас есть уже большее число людей, и они смотрят на вас, и это их воспитывает. 54. Учиться достойно к этой ответственности относиться очень важно, где видно, что вы дорожите человеческим, а не с растениями животными. Любовь вроде бы и красивая природная, но она больше имеет характеристику животного содержания, поэтому прежде должно человеческую вас возобладать, чтобы видно было, что человеческим вы дорожите гораздо больше. 55. Да, есть переживания. Но есть они. Но в данный момент вы просто не видите нужным их дальше развивать. Ничего, ничего, погорит. Пройдет. Хочется. Пере хочется. Пере терпится. И все. Вы знаете, что есть ценности, которые являются для вас главными. Вот их надо уметь уважать. 56. Поэтому если убьем такое-то развитие события, вы позволяете все-таки измениться составы семьи. Жена ли уходит куда-то, или жена позволяет мужу куда-то уйти, то это исключительные какие-то условия. Или видно, что человек просто не справляется, или уже просто все разрушилось настолько в семье, что мужчина. Или же мужчина. Видит, как будто бы и нет смысла что-то удержать, что как будто бы все разрушилось. 57. Но если есть стремление быть с друзьями, разрушиться, то в принципе не может. Если вы увидели, что разрушилось, значит вы не приложили усилия к тому, чтобы быть с друзьями, и это ваш пробел. 58. Если вы подлежите в другое место, вы начнете создавать это разрушение, и оно будет преследовать вас всегда этот рок, где ваши семьи всегда будут рушиться. И вы будете их рушить по тому, что вы не умеете дружить, вы не умеете дружить истинными духовными ценностями. Вот это надо обязательно увидеть. 59. Поэтому если я однажды сказал вам, что при любви другого человека надо отнестись уважительно, не ругать ее, это вовсе не означает, что вы должны преклониться пред этой любовью и забыть про все другие ценности, то даже постараться удовлетворить эту любовь. Нет. 60. Я прежде призвала вас не ругать эту любовь, никогда не ругать и не бояться людей любящих. Они могут быть своеобразными, но к ним надо просто выстроить хорошее, правильное отношение, помочь им разобраться с теми страстями, под воздействием которых они попали. Нужна просто бронутная помощь. 61. Заразите свое уважение у пределя мое, которое заслуживает это чувство, потому что в данном случае человек становится очень раненым, с ним надо поосторожнее. 62. Но и не все-се, к отцу всему уже, потому что где-то дружеское строгое участие тоже важно здесь. Может, что-то надо объяснить, может быть, потребуется какую-то иллюзию разрушить, на которую только и опирается человек. Это тоже может потребоваться, хотя это будет больно услышать любящему сердцу, но тут надо везде бронутное участие. 63. Поэтому учиться дружить. Это целая школа, вовсе, последний завет. Это и есть школа, как научиться быть с друзьями. 64. Ведь, как бы я говорю, будьте родными, станьте близкими друг другу. Это и значит, будьте друзьями, но в большом смысле друзьями. Друг трудный момент. Никогда не привезет, Никогда не усудит. Вот этот ориентир надо иметь. 65. В хорошем настроении, вы вроде бы все говорите друг другу хорошие фразы, вы говорите о чем-то хорошем. Полу болит, ушли друг другу, вы думаете, ой, какие вы хорошие. Оказывается, друзья, якобы. 66. А друг на самом деле очень ярко появляет себя в минуты лечу, что они, как бы он начинает переживать, в особенном, как бы он начинает пугаться. Вот тут надо увидеть, за что он держится. Я снесу свойства. Он не другу. Я снесу дружбу, но при этом видно, что ему плохо. Видно, что он пробует исправиться. Тот, кто подняет признаки норженности, 67, конечен, это очень важное качество, и надо уметь видеть вот это качество дружбы. Что такое дружба? Что надо сделать, чтобы действительным другом? Надо дорожить всем больше своих собственных переживаний, какими бы они у вас не были. Это надо дорожить все больше. 68. Если вы начинаете усаживать кого-то, можно отосостояние назвать стрессом и строгом, и как бы мы еще можем обозначить, но если вы развешаете, потому внутри быть вы норженой, потом уже появится в любой момент. Вы можете подвести, 69, поэтому внутри себя надо найти главный ориент и присоцепиться за него зубами. Все, чем поможете, хоть ваши внутренние переживания, слабости, страхи, не будут позволять вам это делать, они начнут бороться отчев от этого вашего усилия, но вы заберете, что же вам важно, что является главным, и цепляетесь. А зацепившись, держитесь до последнего, вот вы победите. 70. Учитель у меня такой образ, что ребенок должен иметь возможность видеть имать и обзор. 71. Если все-таки пришлось разуметь, то это усилие особо важно предпринять. Если дети в одном доме, то они будут видеть и папу ему, но если все-таки в исключительном случае поменялась и ушла зона, надо как-то обязательно посмотреть обстоятельства, чтобы дети не чувствовали, что какой-то особый раз произошел. Надо сразу обнимать, так как переживание средств к минимуму, то есть чтобы общение было всегда хорошо, чтобы оно интересно было достроено, и тем была возможность такого общения. 72. Но только практически на дожиданном селении, потому что в двух селениях, потом уже очень сложно. 73. Да, сложные, но если неизбежность все-таки произошла. Вот так. Говорим о какой-то неизбежности, если у нас все-таки случилось, то надо максимально пытаться ее обыграть, исходя из того, что получилось. В разных селениях, значит, как то вы говорите время, неделю, положение, неделю, то есть какое-то условие можно всегда найти, интересные, учебо-либо отстоятельства. 74. Существует ли это неслабо природного волоса? Или неважно? Угнается ли мужчина природного волоса? Или он является волосом, который потом будет воспитывать селенарго? 75. Слышение, колледжи, психологическое связи, с лучшим, с лучшим, с лучшим, с лучшим, с лучшим, А если это поискоро-дору, 77. 77. Существует ли это неслабо природного волоса? 85. Существует ли это неслабо природного волоса? Потому что в своем деле мощина не выражает себя как мощина. Он не должен оставить поддар своему делу, выбирая любимую мощину. Вы как-то заставили особой мощью, но и должен появиться. 83. Поэтому если уж мощина влюбился, на нем как живет эта большая ответственность и лежит. Суметь позволить же мощи не быть рядом, либо суметь оставить без внимания и свои чувства, но затем немножко пугать. Пойдут. 83. Но в этот момент он создает произведения какие-то. Ну ничего, не украситься новыми произведениями. Правда, страдающего мощью, Таких много произведений, он не глупо трогает всех, потому что все находятся в этом время. 85. Но надо все-таки научиться не страннее выражать. Если любиться больше пробовать такую, то положительную и вторую свою любовь успеть. Не так. Я бегаю за тобой, тебя никак не увижу. Или что-нибудь в этом роде. Улыбнулся, учитель. Чтоб таких странней не выражалось в творчестве. 86. Так что мощь чена обезотелена должен все это уценить. Если уж для женщины должна быть любовь, потому что она должна расцветать, то ей волей и присущи. Помощь чена не в любви расцветает, он расцветает в своем творчестве и духовном восприятии окружающего пространства. 87. Любовь просто помечает для него кого-то. На кого в данный момент есть возможность обратить внимание. То есть любовь показывает, что он еще и знает биологическому пределиному, он неинтересный и имеет момент, но не обезотельный. 88. Конечен. Если среди мужества человеку хочется выбрать кого-то, то лучше попробовать ориентироваться на чувства. Молодцы, надо знакомиться с женщиной, смотреть, насколько она может быть другом. Дружит ли он над твоим миром, твоим творчеством, если он уже у тебя проявилось. 89. Ведь у нас есть еще другая ситуация, но помощь чена, которая не проявилась в творчестве. Если такой мощь чена спросит женщина, дрожишь ли ты моим миром? 90. Он находится рядом, но он весь в поиске. Чем дружит? Могу поиску он без конечен? Чтоб он всегда искал, но никогда не находил? Но о том ориентироваться нельзя, поэтому конечен потом уже тысячу сбивать. 91. Но если мы говорим о мощь чене творческом, то здесь все проще есть из доча. Видит женщину, которая именно дружит его творчеству. А то какой более-менее верный признак, что здесь можно смелее позволять развиваться обстоятельством? 92. Погнал ли я понимаю, что даже если мощь чене сейчас по каким-то причинам нет возможности появиться в таком-то конкретном творчестве, то он в принципе все равно может быть творцем пути? 93. Конечно. Если мощь чена участвует в общем создании, тот может быть ему и трудно не потолебу, значит, что только личное творчество, но на самом деле участие в общем создании – это тоже творчество. 94. Просто может быть мощь чен со мной не определился с видущими ее в каком-то удивлении направлении, но помогая кому-то, кто определился как мастер, он уже находится в творчестве, он уже в этом создании находится. 95. И вот этот мир. Когда ты говоришь о нем, когда ты в нем творишь, когда ты в нем духу, стараешься раскрыться, когда ты пригунаешь шоб, чтобы тебе хотелось использовать в этом творчестве, ukt и это Fame и в Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok